Здравствуйте, дорогие друзья! В свой выходной бегу в ботанический сад. Сегодня я волонтерю. Будем пересаживать орхидеи, как всегда. Наш ботанический сад меняет выставку или экспозицию. Каждый раз, когда я сюда прихожу, сейчас тема выставки Ван Гог в цветах. Представляете? Выкладывают его картины, вот как, например, вот этот пейзаж с домом. И по ней делают такой же похожий пейзаж. Я не планировала посещать ботанический сад, просто пробегала мимо. И я поняла, думаю, что тут происходит. Дом какой-то построен. Чей-то ребенок сообразил это сразу. Говорит, мама, посмотри, дом на картинке. Точно такой же, который стоит там большой. Но тут и до меня дошло. Мы собрались, группа из трех человек, в запасниках ботанического сада и пересаживали вот такие огромные котли. Представляете? Вот эту вынули только что из горшка. Я думаю, надо заснять такие корни. И вот там где-то у нее бирка, вон там внутри заросла. Несколько лет они не пересаживались, и уже пришло время сменить грунт на свежий. Вон сколько новых ростов и такие двойняшки. Молодые росты с нескольких сторон. Пока пересаживали котлеи, убирали от некоторых старые бульбы, я принесла домой их целую пачку. Об этом я сниму отдельный ролик. В обеденный перерыв я побежала в орхидейную комнату посмотреть, что сейчас цветет. И вот этот дендробиум новогвинейский называется Firewings, огненные крылья. Где 75% латурия новогвинейского дендробиума и 25% дендробиум фаленопсис. В цвету гибрид ансидиума на мельтонию, мельтонидиум называется Pacific Paragon. У меня такой был раньше, он столько много места занимал, я его продала. Видите, какой монстр. А здесь лекастая ароматика. Это природная орхидея из Мексики. Обычно она цветет весной и пахнет слегка корицей, как мне показалось. Бульбы у нее листопадные и очень острые наконечники, можно пораниться. Еще один Pacific Paragon на моем пути. А здесь, по-моему, ошибочно поставили табличку, назвав этот фрагмопидиум Тарасом. У Тараса персиай и цветы зеленые. Фрагмопидиум Гранде с хохолком. Это гибридка у датума на лангифолиум. Очень огромное растение. Простекия Фрагранс. Это мексиканская видовая орхидея. Я видела, как они в природе растут. И аромат у нее очень сильный, очень ароматный. В Мексике там, конечно, цветов было больше. Но здесь видно, что она только-только начинает свести. Вон я еще вижу бутоны. Старое название простекии. Это энциклия. Симпатичный башмачок Виктория Руигина. Природная орхидея из Суматры. По мне, так он напоминает глукофилум. Этот башмачок револьверного цветения может свести до одного года подряд. Башмачок Благроус. Старинный гибрид. В нем есть и Велозум, и Инсигне, и Спейсерианум. В нашем саду море этих пафов. А вот этот Фрагмопидиум Afterglow, по-моему, в цвету всегда. Сколько раз бы я не приходила. Это тетраплоидный Эрик Янг Гибридна. Кого-то не помню. Я спросила у нашего орха-менеджера, что интересного. В цвету сейчас в орхидейной комнате. Она говорит, иди, иди, не пожалеешь. Это Фрагм Сидениай. Говорит, иди, не пожалеешь. Там раскрылась Парпурата Альба. И вот я к ней приближаюсь в предвкушении, рассматривая башмаки. А вот это Ринхаванда Казута Нита. Очень красивая. Про нее мне тоже уже рассказали историю. Видите, здесь два растения в одном. Цветы такие плоские, яркие. Я ее раньше не видела. Оказывается, здесь я увидела около десяти одинаковых растений, и развешанных в разных местах. Просто один старичок, орхаман, пожертвовал все десять ботаническому саду. Он очень любил голубые орхидеи. И с возрастом ему стало ухаживать все тяжелее и тяжелее. Вот так в ботанический сад попадают растения из других коллекций. Природный башмачок Херсутиссимум. Ох, ну какой красавец. При случае обязательно себе. За виду, это природник из Азии. Посмотрите, какая у него листва. Но с другой стороны, столько много розеток, и только одна цветет. Он, кстати, любит прохладное выращивание и притенение. Еще один гибридный фраг с хохолком. Лес-дюро-лес, если я правильно произношу. Что-то у него есть схожее с гран-де. Крупный цветок. Дендробиум фолиенопсис Пентон Грин. У меня есть такое растение. Кстати, я его купила в нашем ботаническом саду. Надеюсь, будет свистеть в этом сезоне. В нашем Орхо-клубе у всех есть похожие растения. И даже вот этот Кристал Пинк Дендробиум, который полунобили, есть, мне кажется, у каждого члена нашего клуба. И всем оно доставалось из ботанического сада. Деленками они продавали. Я очень рада, что у меня есть. Мой за три года разросся, тоже пышненький такой. Это террестриальная или земляная орхидея. Спафи Глорис называется. Фруктовый пунш. Правильно сказать, наверное. По-моему, вот это тоже Спафи Глорис. Бульбу у него, я смотрю, растут тоже как бы на поверхности почвы, земли. Там не кора. Цветы слегка напоминают цветы фаленопсиса. Не правда ли? Так, вижу котлея Пурпурата. Но это не та, которую я пытаюсь отыскать. Это уже почти отцвела. А та белая, которую я пытаюсь найти здесь, она открылась прошлой ночи, мне сказали. Ну, невероятной красоты цимбидиум. Невероятной. Следующей зимой я снова продолжу тренироваться с цимбидиумами. Свою теплицу снова запущу, но оставлю ее только для орхидеи прохладного содержания. Буду поддерживать в ней температуру градусов 13. Может быть, мои цимбы зацветут. Какой правильной формы цветок. Невероятно. А вот это его бульбы. Огромный. Размером с мой кулак. У этого цимбидиума нет названия. Сплошной восторг смотреть на такие бульбы и к ним прикасаться. А это латурия. Новогвинейский дендробиум. Минт мэджик. Переводится как мятное волшебство. Ааа, хочу такое хочу. А вот это супергибрид каткейный. Взяли два известных природных вида. Масай розовая такая с удлиненной губой. И дикбияну. Белозеленую, у которой махровая губа. Видите? И от дикбияны вот эта вот махровость. А краска от Масай. Масай растет в Венесуэле где-то. Я слышала, рассказывали на кофейных деревьях высоко. Вот очень похоже на Масай вот этот цветок. А белозеленая дикбияна – это мексиканская природница. А, это не один куст. Это три растения. А, тут я увидела свой родной эпидендрум радиканс. Ой, от радости даже камеру перевернула, неправильно держала. Вот он, мой дорогой. Два года уже я сдала его сюда в интернат. Цветет. И еще одно пожертвование ринхованда голубая. А это диндробиум линдли или агрегатум его называют. Мой в этом году не процвел, к сожалению. Слишком я его пересушила. Все-таки нужно было его слегка дополивать. И жарко, наверное, было. Ничего. Теперь будет жить в моей теплице следующей зимой. Прохладное содержание ему устрою. Черноволосковый диндробиум фростидон. Шикарный гибрид. Смотрите, какой у него жирный стволик. И крупные, совершенно огромные цветы. Почему-то мой дает мне только деток, а не цветы. Хотя наши в клубе говорят, его нужно поливать круглый год. А это ансидиум спаселатум, природная орхидея. Родоначальник от всех свитшугаров и других танцующих куколок. У него цветонос достигает метра длиной. У меня тоже такой есть. Свел в прошлом году. Огромный, но с ним я не расстанусь. Почему-то я его люблю, даже если он такой огромный. Терристриальная или земляная орхидея. Блэтья Пурпурея растет в Северной Америке, в Южной ее части, во Флориде. Растет в Южной Америке, в Мексике. Обычно в заболоченных местах, где-то вокруг пней. Даже рассказывали, что видели, она растет на бревнах, которые плавают по этому болоту. Есть она у наших многих в коллекциях. Всеми любимый Ансидиум Шири Бэби. Любимый, потому что пахнет шоколадом. Серьезно, ну такой сладкий запах. Я нюхаю, и как будто для меня какой-то белый шоколад, что ли, даже не молочный. И отращивает цветоносы длиной метр. И бульбы-то у него красивые, такие ребристые. Здесь они посажены в горшочке, просто прикрыто испанским мхом. Представитель альянса ансидиумовых. Вилсонара Алоха Спаркс Пэлэс Глоу. Вилсонара – это гибрид между кочлеодой ансидиум и адонтоглосумом. Необыкновенно насыщенный, красный, глубокий цвет у цветов. Цимб Король Артур – зеленый гигант. Популярный в моих роликах. Всегда цветет здесь весной зеленые цветы. С легким всплеском красного на белой губе. Также я обратила внимание, что в горшке всего-то две взрослых бульбы. Он там слева новый рост. И смотрите, цветет вопреки устоявшемуся мнению, что цимбидиум цветет только тогда, когда бульбы заполнят полностью поверхность горшка. Орхидея ваниль. Я обязательно заведу себе в коллекцию. Я была к ней как-то равнодушна, пока не увидела, как трепотно к ней относятся мексиканцы на ее родине. И очень гордятся, что это вот их природная орхидея. Из ее стручков, похожей на стручки бобов, и добывают ванилин. На днях я увидела в нашем супермаркете баночку стеклянную, а в ней два стручка ванили. И это стоило 16 долларов. В мексиканской аптеке я купила баночку жидкого ванилина, который сделан там у них. Путем экстрации бобов из этих стручков, а не тот синтетический, который продается здесь везде. Вот гендрофолиенопсис красиво укрыт для экспозиции. Крупные цветы у него. И вот она, белоснежная красавица. Котлея или лилия. Пурпурата вариация альба. Белая, белоснежная. И это один куст. Видите, в горшке цветов у нее не знаю сколько, но на соцветии я вижу 5-7 и цветы, наверное, в размере, в размахе сантиметров 20. Да, 7 цветков. Необыкновенно ароматные цветы. Необыкновенно белоснежные. Нету в ней ни желтизны. Свадебно белый цвет. Ох, аж дух захватывает. Бразильская красавица. Она же является и национальным цветком Бразилии. Что интересно, у нее цветы открылись все одновременно за одну ночь. Здесь я проходила мимо Сога Юки Дан. Со временем мне приедаются розовые цветочки, какие-то вот фолиенопсис такие розовых оттенков. А от белого цвета, но не устаешь никогда. Перерыв заканчивается, пора бежать, работать дальше. Спасибо, друзья, что были со мной и разделили радость цветения наших орхидей в ботаническом саду. Желаю здоровья вам и здоровья вашим растениям. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова